Оловянные солдатики, гвозди, пастушьи рожки собственными руками, а также примерка доспехов и искусства владения средневековым оружием. Музей Хлынова в честь дня рождения устроил мастерские под открытым небом. Несмотря на пасмурную погоду, один из дворов на Герцена в какой-то момент весь заполнился людьми. Вместе со знатоками своего дела каждый желающий мог научиться выплавлять собственного оловянного солдатика, выковать гвоздь своими руками, ощутить вес доспехов средних веков или пройти обучение по владению оружием. Полутора килограммовым мечом или луком. Правда, редкий случай, когда кто-то попадал хотя бы в саму мишень, не говоря о яблочке. Артем Панекаровских расскажет подробности. Попасть хотя бы в мишень... Извините. Редкий случай, если не уникальный. Среди желающих научиться стрелять из лука есть даже граждане Италии. Я это люблю, я люблю этот спорт, и когда могу я стреляю его. И только инструктору хрупкой девушки Свете натянуть тетиву и попасть в яблочко не составляет никакого труда. Ежедневная практика дает о себе знать. Это и во владении мечом крайне важно. Управляться сразу с двумя полуторакилограммовыми, отбивая вымышленные стрелы и выпады противника спереди и сзади, сродни искусству. В свое время ему учились казаки. Казак, когда в сечь выходил, у него шашка никогда не останавливалась. Если шашка остановилась, он погиб. Потому что казаки, как правило, в меньшинстве сражались. Желающих хотя бы понарошку сразиться с Вячеславом нет. Разве что примерить шлем и щит вроде нашей съемочной группы. Закрываем весь перед ним и поехали. А все, готов сражаться. Впрочем, все это уже облегченный вариант доспехов. Некоторые, особенно кольчужные, вообще загадка, как носили воины на протяжении часов и даже дней. Очень сложно представить, как воины в течение нескольких часов сражений могли носить на себе все доспехи. К примеру, вес вот этого шлема, который полностью реконструирован с образца Черниговского захоронения XIII века, весит 10 килограммов 700 граммов. Говорится, что полный комплект средств защиты иногда доходит и до 53 килограммов. В кузнице по соседству Алексей Влобоев обучает ковать самодельные гвозди. Дело, признаться, не из простых, но зрелищных. Особенно, когда мастер требует сделать четыре равные грани будущего гвоздя, пытаясь с помощью молотка в буквальном смысле вытягивать металл, пока он не остыл. А это секунд 30, не больше. Удары резкие, сильные. Проходи сразу несколько сантиметров. Так, метал остыл. Леем. Внимание детей в это время приковано еще к одному мастеру, литейщику. Михаил Косачев учит из олова отливать солдатиков. Поднимаем его через этот носик, заливаем вот в эту дырочку. Ага. Не торопись, надо металла немного. В итоге вот он конь и всадник игрушка готова. Михаил признается, это детская мечта создавать импровизированные и детализированные поля сражений, такие же, на которых полководцы в прошлые века выстраивали тактику боя. Алавянные армии были у всех полководцев, императоров, королей, ну, как бы, вот где-то с 17 века примерно, потому что они с помощью них не просто играли, они учились военному делу. То есть они делали, расправляли армии, и дальше они изучали, как там, с какими, как кто ходит, грубо говоря, там, какая скорость и так далее. Трактика, стратегия, ведение. Да, то есть это всегда входило в структуру обучения любого высокопоставленного, да, мальчика, который потом должен, либо дворянином будет, либо кем-то. Еще под открытым небом можно послушать, как звучат и из чего создавались духовые музыкальные инструменты. Вот такие свистульки, например, из скорлупы грецкого ореха или пастуршьи рожки. Вот такие рожки делали, да, чаще всего из того дерева, которое рядом росло, да, из рога или из бересты раструб скручивали. И вообще, вот скажем, какой-то обиходный музыкальный инструмент, типа того же вот пастушьего рожка, к которому я очень люблю обращаться на эту тему. Значит, расстояние между отверстиями, это расстояние, вот как вот пальцы лягут на гриф, так сказать, инструмента, да. Вот, собственно, вот как они любили, так и делаем отверстия, проделываем. Несмотря на пасмурную погоду, мастер-классы, в том числе и по изготовлению хлеба и кваса, по старым рецептам посетили десятки кировчан в музее Хлынова, который сегодня празднует свой первый день рождения, уже решено сделать такие праздники ежегодной традицией. Артем Панекаровских, Эдуард Прозоров, информационный канал «Город».